Я расскажу вам о самых важных принципах, которые являются основополагающими. Принцип «недорогое вперед» вырабатывает у покупателей ощущение того, что магазин недорогой. Поэтому если я захожу и в первую очередь вижу выделенные ценники с дешевым товаром, то создается впечатление, что это дешевый магазин. Если же мой взгляд падает на что-то интересное, я потом смотрю на цену, это ого-го цена, у меня создается впечатление, что это магазин дорогой. Поэтому в зависимости от того, что вы преследуете, а как правило вы хотите, наверное, чтобы думали о вас как о дешевом магазине, нужно выделять вначале более дешевые товары. Но если мы все дешевые товары разместим в начале, получается все дорогие окажутся в конце, следовательно, мы сами снизим продажи более дорогого товара, потому что человек успеет найти сначала дешевый товар, прежде чем как увидит дорогой. В этой связи, если наша цель продажа более дорогого товара, нужно использовать принцип «через полосицы», когда мы чередуем товар с более высокой ценой и товар с более низкой. При этом выделяем товар по более низкой цене. Взгляд покупателя останавливается на более дешевом ценнике, покупатель дальше смотрит левее, правее, а там у нас более дорогой товар. Таким образом мы стимулируем продажи и того, и другого. Обязателен в выкладке принцип «ротации» так называемое правило FIFO – «first in, first out». То есть первым пришел товар, первым и ушел. В этой связи, когда вы делаете выкладку, нельзя вот так задвинуть к задней стенке товар предыдущей партии и выкладывать новую. Надо наоборот, выдвинуть вперед и от задней стенки к передней раскладывать непосредственно свежую партию товара. Если этого не делать, то у вас образуются там десятилетние остатки, а если это продукты, то будет просрочка. Значит, следующий важный принцип – принцип «двух пальцев». Значит, что это за принцип? Берем пачку, отмеряем над ней, пачка сока, например, отмеряем над ней два пальца, два пальца, и через два пальца вставляем следующую полку. Здесь у нас не то, что два пальца, здесь голова пролезет, поэтому на таком стеллаже влезло бы еще как минимум две-три полки, следовательно, товарный запас в зале был бы намного больше, мерчендайзеру не нужно было бы ходить каждые 15 минут и подкладывать. Но из-за чего здесь не поместилось еще две-три полки? Из-за вот этих вот ограничителей. Здесь не бьющийся товар. Зачем тетрапаки ограничивать таким высоким ограничителем? Получается, мы вынуждены приподнять на высоту ограничителя, потом взять. И, собственно говоря, вот эти действия ухудшают фейсинг, ухудшают количество товарного запаса на месте. Ну, то есть одни минусы, поэтому так делать нельзя. Что в таком случае надо предпринять? Срочно снять ограничители полочные и просто их унести на склад, может быть, когда-нибудь они пригодятся. Дальше отмерить от нижней полки к верхней два пальца максимум, чтобы это было два пальца, и добавить еще две-три полки. Таким образом, практически на 20 или 30 процентов объем выкладки в магазине увеличится. Либо, если мы не хотим объем увеличивать, то есть товарный запас, что тоже неплохо, мы можем увеличить ассортимент на больше групп покупателей, представить, скажем так, больше видов. Потому что порой нам магазины говорят, что нет лишних полок, мы не можем ввести новый ассортимент, потому что под него нет места. Из-за просто банального недостатка полок. Значит, и так, все мы знаем, что приоритетное место в месте продаж, оно располагается на уровне глаз. И в начале потока покупателя единственное, что стоит заметить, что первые 30 сантиметров полки, первые 30 по ходу движения являются слепой зоной или мертвой зоной. Поэтому для того, чтобы не потерять эту зону, вы там должны разместить либо очень популярный товар, который и так покупатель может легко узнать, или тот товар, у которого достаточно большой марочный блок. И когда часть этого марочного блока и осталась в мертвой зоне, это неважно, потому что покупатель узнает этот товар, идентифицирует по всему большому блоку. Если же у нас все блоки товаров какие-то маленькие, 20-30 сантиметров, то все то, что в начале попадет вот в эти вот первые, скажем, 30 сантиметров, оно останется в мертвой зоне. Значит, далее, что мы должны выполнить? Мы должны разделить товарные группы на ходовые, прибыльные, самые выгодные и балласт. Ходовые это, посмотрите, пожалуйста, много покупателей, но мало денег. Прибыльные это много денег, но мало покупателей. А самые выгодные это и много покупателей, и много денег. Балласт это то, от чего мы хотим избавиться и вывести из ассортимента. Далее, основным правилом мерчендайзинга при вертикальной выкладке является размещение сначала прибыльных товаров, потом самовыгодных, потом ходовых. почему для того чтобы прогнать всех покупателей через все товары по пути к ходовым это то что я вам говорила что сначала йогурты а потом сметана молоко то потому что прибыльные самые выгодные товары должны быть в начале а ходовые сметана молоко за которыми специально придут они должны быть в конце это основной принцип мерчендайзинга далее ну и что блок этого прибыльного товара может быть например 60 сантиметров и тогда по вторым 30 клиент его увидит и в целом блок будет замечен если у нас в этих ну как бы 60 сантиметров два товара 30 и 30 это плохо тогда первые 30 можно поставить товар номер один который покупатель знает например нас кафе то есть все знают нас кафе мы запросто можем поставить в эту часть совершенно верно значит при горизонтальной выкладке когда мы уже рассматриваем внутри ходовых или внутри самых выгодных какие-то конкретные товары необходимо разместить прибыльные товары из самых выгодных прибыльные товары из ходовых прибыльные товары из прибыльных